Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами находимся на Орловской площадке. Перед нами озимая пшеница, сорт скипетр. До уборки, как видите, у нас осталось совсем немного времени. Давайте посмотрим, что у нас сейчас на опыте с Мирависом Эйс. Давайте начнем с контроля. Посмотрите, как сейчас выглядит контроль. Темно окрашенные грибы у нас уже на каждом колосе. Если посмотреть под колосовое междоузлие, оно совершенно темное. Дальше пойдем к нашей обработке триозолом литр. Литр и фаза 55. На данный момент этот вариант уже не сильно отличается от контроля. Еще раз сравним. Да, будет разница в наливе, но по состоянию посева сейчас разница не сильная. Сейчас мы с вами посмотрим триозол в правильную, в оптимальную фазу 61. И вы увидите, как сильно отличаются эти варианты. Посев гораздо чище. Колоси гораздо чище. И под колосовое междоузлие тоже у нас с вами не такое чурное. Это оптимальная фаза, триозол полная норма. И давайте сравним, что нам дает Мерависейс в норме 0,75 в 55-ю фазу. Чистый посев. Да, действительно, кое-где у нас уже проскакивают и темно окрашенные грибы. Но все-таки это не в таком объеме, как у нас на триозоле. Еще раз посмотрим. Мерависейс 0,75 в 55-ю фазу. И триозол литр в ту же самую 55-ю фазу. Это то, о чем мы с вами не один раз говорили. О том, что триозолы очень важно применять в фазу от начала цветения и до его завершения. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok